Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Что тебе вообще запомнилось из путешествий, когда ты куда-то ездишь и что-то такое интересное? У меня так в основном риски, а у тебя? Ты знаешь, вот, наверное, про риски, вот ты говоришь риски, да, видишь, у тебя риски. У меня не риски, и это абсолютно искренне говорю. У меня запоминается, я не знаю, само чувство, само именно чувство путешествия, вот именно мое чувство во время путешествия. Я очень люблю путешествовать, я очень люблю быть в разных местах интересных, наблюдать, смотреть, видеть. А благодаря вам, кстати, я вообще стала риски испытывать. Ну я помню, как тебя на Тарзанку было невозможно отправиться. Это вообще было не мое, а благодаря вам, кстати, вот я сейчас прямо осознаю, благодаря вам я пошла на экстримы. Блин, это тоже, блин, смотри, то, чего я не хотела, да, откладывала, то есть отворачивалась. А благодаря вам я это приняла. О, есть за что вас поблагодарить, точно. Потому что как мы в Мексике, да, это вообще было для меня на Тарзанке. И когда ты уже попал в этот поток, обратного пути нет, я спущусь, да, да, на, по воде и так пшшшшш. И как, да, и как уже, я думаю, все, уже хватит, уже сколько там веревок мы прошли, две, наверное, да, или сколько. И я уже говорю, все, я понимаю, что мне надо, какой-то путь был длинный, да, вы самые высокие. И что-то после него еще что-то было жуткое, да, и я это узнаю во время пути. И я говорю, я назад, и передо мной улыбающийся этот охранник так, цепочек, я говорю, в смысле, черепа горочки, по водяной. А она такая, а я их тоже войду. И мне пришлось путешествовать, и тогда я была вообще в кайфе, в таком кайфе. А заметь, вот, кстати, Мексика, этот кайф, опять-таки, как парадокс работает. С одной стороны, в Мексике, как нам сказали, да, вот в эту индустрию развлечений вложены деньги наркобарона. Человек отмывал таким образом деньги. Смотри, какую он индустрию развлечений создал. Так это в плюс или в минус? Да, вот. И, скажем так, безопаснее экстрима, мы же во многих странах были, очень во многих, и практически везде мы залазили во все экстремальные дырки. Так вот, безопаснее экстрима не было ни в одной стране. И самое главное, что этот экстрим дарил кайф, истинный кайф. То есть, ты не сжимался от страха, нет, твое тело реагировало, но у тебя вот этот, вау, восторг, вот весь день восторга, целый день восторга. И в пещерах, и на этих тарзанках, и на этих полетах в воде захлебываясь. Да, да, да. Везде, везде, везде был кайф. Потому что даже сравнить с Таиландом, если там с их экстримом, то я когда вспоминаю их тропу Гибона, там... Там риск, да? Там риск, там реально. Я тогда впервые попала на такие штуки, меня тогда просто дети подставили, они купили себе входные билеты, и потом один так раз меняется с папой, впихивает маму, говорит, ну вот вместо нас мама идет, и раз, и меня выпихнули туда. То есть я не планировала туда идти, вот. И когда... Ну я это уже знаю, да, как твои работы. Как твои, да, как мои работы пишут. Моя летка конкретно, она от вас в восторге, от отдыха с вами не нравится, вот этот вот экстрим этот. Вот, и меня тогда они впихнули, и я помню, у меня уже все, я думала, что я до конца не доберусь живой, вот. Вот, и я помню, мне тогда подарков надарили, потому что я орала так, что ржали все вокруг тайцы, и бонцы, и ижеские. И подарки надарили, да? Вот, но при этом я чувствовала небезопасность, да, а в Мексике полностью все было безопасно. И я когда смотрела, и понимала, ведь там же наркотические деньги, как же так, это же отмытые деньги. Ребята, кто сейчас здесь, в Беларуси, отмывает деньги, верните их обратно, вот в такие же индустрии, верните их обратно, пускай они будут так. Православие, вам столько денег собирают на храмы, давайте вместо храма построим такую индустрию, чтобы вот горку в нашем микрорайоне снесли под католическую церковь. Весь район катался, а теперь стоит будка какая-то, которая заняла землю, и весь район не может кататься. Как такое может быть? Да лучше вы отмойте эти деньги и дайте людям. В свой колодец плевать. Это наплевали в свой колодец, да, потом они же сами не смогут кататься и будут биться в свою эту будку, которую они не построили. Себе нямы, никому не дам называется. Да, и я когда сравнивала с Мексикой, у меня в душе больно было, почему у нас так, а у них так. Хотя там же наркотические деньги. Такой хороший был тракцион. И смотри, как путешествие расширяет кругозор. Да. В разных странах все по-разному, вообще все по-разному, разный менталитет. Да, а эти, как это в Мексике, ямы называются, ну вот эти вот. Синоды. Синоды. Какая это красота. Боже, это вообще просто непередаваемо. И чистота, и кайф. Это и такая сила. И ты понимаешь, это природа. Такое чудо сотворило. И ты в этом. Боже, это так красиво. Это такие впечатления. А вот смотри, Мексика и Доминикана. В Мексике все пляжи, все поездки, все свободно, все открыто, все муниципальное. Доминикана идет по пути Египта и США. Отели, резервации, закрытые территории, оградки. Ты попробуй еще на дикую территорию попади. Мы только один раз смогли влезть. И то мы влезли на пляжи на дикие, уже расслабились, как сверху появился охранник, оказывается. Это тоже чья-то земля, это уже поделенная. Хотя, казалось бы, мы в совсем глухое место зайдем. Видишь, как мое. Мое, не трожь. И вот это уровень сознания один, вот этот животный зажимающий. И уровень сознания другой. Который расширяет. Который расширяет. И вот смотришь, вот там, где это мое, не дам, не пущу. Это о чем? Это о завоевании территории, это сужение. А на самом деле, вот в Доминиканах мы с чем столкнулись? Там существуют две категории богатых и абсолютно бедных. Абсолютно бедных, да. Там четко, середняков там нет. Ну, вот то, что называется у них середняками, это наши уже, по нашим меркам, это богатые люди. Да, 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 да. По-нашему. Потому что, вот смотри, даже та же самая Доминикана, казалось бы, она выглядит и все круче Индии. Да, на порядок. У страны более высокого достатка, более дорогие автомобили, более дорогая недвижимость, очень хороший уровень сервиса, хорошие магазины там и так далее. И в то же самое время, я в Индии, ну, может, мне так повезло, да, я не видела ребенка истощенного голодом, у которого надут животик от голода. А этот вот доминиканский ребенок, который вот когда мы на машине заехали в глушь, и там, где было пятеро детей, и вот один ребенок был такой. Я не впечатлила это. И я тогда два дня в себя не могла прийти. Казалось бы, вот тебе Доминикана, и я вижу, и я вижу ребенка надутого от голода. Я не могла в себя прийти. А по итогу, почему? Какая черта у доминиканцев? Лень. Лень. Они просто ленивы. На самом деле, они ленивы. Это их черта. Они как вот эти ленивцы. Они же ведь ничего не хотят, даже и близко им все. Хлево должно с дерева упасть, на дереве растет, а сами они будут сидеть на стульях. Да, кстати, на эту тему у меня мысль приходила. У них настолько благодатный климат, почва, орошение, ничего поливать не надо, да? А что в толкни, то растет, да? Да, палка, палка, мало того, там, как это? Верх ногами толкнули, и она все равно выросла. И она вырастет. Вот возьми белоруса туда. Золотое дно. Да. Но это будет белорус. Потому что он трудолюбивый. А в Твижске... Потому что белорус не сможет без работы. Он не может, да? Он не может сидеть на месте. Да, он как тут этот дождевой червячок, да, будет рыть землю. Я по своим родителям скажу. Уже немощные, а не роют эту землю. Да, еще картошку надо. Сейчас. Да, как тебе-то картошка. Слышишь, было на всякий случай? Да, на всякий случай. Сейчас, папа мне говорит, буквально на днях, мы пленочку купили, парничок будем делать. Это вообще, казалось бы, куда вам парничок? Да вон, две помидорины и два огурца посадите. Без парничка. Ну, а им надо поля. Да. Это вот к вопросам о разном менталитете. Вот когда путешествуешь, ты видишь этот менталитет. И вот ты расширяешься. И ты расширяешься за счет этого. И ты видишь, что взять у кого лучшее. Да. Что можно использовать у себя как опыт. Да, вот так же, как и с людьми мы, да, и вот точно так же в путешествии у тебя расширение идет сознание. Да, ты получаешь опыт. Да. Да. Точно так же, вот, достаточно один раз в Египет съездить, и претит вот этот обман, навязывание, впаривание, манипуляции, ложь, подмены. И ты видишь это и понимаешь, ну, ребят, я сюда больше не поеду. Почему? Поеду. Ну, я принимаю вас, я вас не замечаю там, или как сказать, принимаю, но я получаю то, что мне надо, как на дачку на Египет. Нет, я каждый раз говорю, что не поеду, и вот внутри лучше, ну, лучше в Азию. Конечно, я тоже очень люблю, да. Как мы вот, да, однозначно, что интересно, и Китай был интересен, все интересно. Но Египет, видишь, Египет я люблю за то, что он рядом. Ну, три часа полет и валили четыре. И теплый климат, и ты всегда можешь, ну, вот за это. Ну, как на даче, если бы. Но, кстати, когда-то, вчера, по-моему, да, вчера мы с Леркой заехали в торговый центр, и, значит, идем между рядами, и вдруг фраза Леркина. Мама говорит, так непривычно, никто не пристает, никто не предлагает купить или что-то дать. Вот, вот просто, видишь, тоже для нее это опыт тоже. Да. Расширение. Да. Мне в этом плане очень нравился Таиланд. Да, но я, видишь, не была в Таиланде, хочу побывать. Мне очень понравилось взаимодействие с тайцами. Мы были там без всяких туркомпаний, без ничего. Мы там, ты знаешь, вот, кстати, ответственность, это правильный вариант, когда берешь на все ответственность за свое путешествие и поехал. Ни на кого не, да, перекладываешь. Да, просто берешь хороший рейс, хороший перелет и все. Да, да, да. И мы так прилетали, арендовали тогда таунхаус, взяли мотоциклы и ездили, много ездили. Так вот, ты знаешь, вот одна картина так и осталась перед глазами. Это когда мы остановились, а ехала такая тарантайка, ну, это типа или очень маленькая машинка, или мотоцикл с коляской, ну, я даже не знаю, как это назвать. Она перевозила фрукты. И они везли мандарины по дороге. Тут мы едем и махнули, и говорим, продайте мандарины. Они говорят, сколько? Мы говорим, ящик. И они нам ящик дают. В ящике 8 килограмм. И мы им... Прямо на борту написаны цены какие-то. Мы даже их не смотрим. Но мы знаем, сколько стоят мандарины. И я даю им деньги на мандарины. И тут мне раз и кучу денег возвращают обратно. Я спрашиваю, почему вы очень мало взяли? А она говорит, а мы все равно везем. Продавать будет другая продавщица. Мы сдаем оптом. А оптом цена там, наверное, в три раза дешевле. И они нам разницу вот эту отсчитали. Мы заплатили как за розницу. И вот эта вот честность тайская, она, конечно... Вот она у меня стояла очень долго. То есть мы вот с таким сталкивались очень много раз. Покупая ананасы, там еще где-то. Чистота вот эта. И еще был там такой момент. Мы попали в трущобы. То есть Google показал, что там через какую-то гору можно переехать на мотоцикле, что там есть тропа. А по факту мы приехали в тупик. И тупик был такой напоминающий нашу свалку. Но там стояли дома. И там бегали дети. Причем дети такие подростки. Вот эта вот стайка неуправляемая. И мы тут на мотоциклах подъезжаем. Понимаем, что все, Google нам наврал. А мы не проедем. И более того, мы попадаем в обстановку, которая уже такая достаточно криминогенная. Напряженная. И нам надо как-то выехать. И его берет телефон, подзывает одного парня. По-английски к нему обращается. Говорит, помоги нарисовать дорогу отсюда. Мы заблудились. Этот парень на телефоне ему так-так-так по карте показал точки, куда ехать. А мы его поблагодарили. Он говорит, да ничего, все хорошо. И во время общения не было ни одного момента, чтобы он чувствовал себя внутри, ниже нас по статусу. Что они там в бедности живут. Чтобы он как-то прогнулся. Вот это вот раболепие отсутствовало, которое есть у индусов. Вот это вот национальное достоинство, оно у тайцев было, и мне оно так нравилось. Они всегда были на равных. Они не пытались быть выше тебя, они не позволяли быть ниже себя. То есть искренне получается. Они искренне были открыты. И вот эта искренность, вот она настолько тогда подкупала. Мы тогда уехали, поблагодарили, все. Проехали по трущобам. Еще потом одно место нашли интересное. Там тоже была очень бедная обстановка. И вот в этой бедной обстановке под натянутым шатром стоял абсолютно новый автомобиль. Ну, я не знаю, который стоит по нашим меркам от 50 тысяч долларов. А там он просто стоял под тканью, под навесом. И либо это водитель кого-то, и он сохранял автомобиль. Либо это арендная машина. Но предположить, что человек, который ездит на такой машине, живет в таких условиях, вообще не приходилось. Тоже было такое интересное наблюдение там. То есть там рвались шаблоны. И ты смотрел, как люди относятся к материальному миру абсолютно спокойно. Точно так же, как во Вьетнаме интересную тему видели. Мы проезжали, там стояли домики практически такие. Ну, я не знаю, как... Ну, из говна и палок. Ну, пардон за мой французский. Вот такие вот домики, у которых даже дверей не было. И просматривалось то, что внутри. И мы проезжаем, а там внутри просматриваются плазмы. Вот это тоже. К нашим шаблонам это не соответствовало, да. Причем такие большие плазмы, то есть телевидение там есть. Вот такие моменты, они очень разные. В каждой стране будет свое. А вот, кстати, в Доминикану обратила, я не знаю, ты внимание или нет. В трущобах в этих, да, в бедных, все окна в решетках. В решетках. И даже дорогая недвижимость строится с решетками. С решетками. А теперь возьми кубу. Помнишь кубу? Там открыт, там без стекол. Или просто жалюзи такие. Просто вместо стекол... Деревяшки. Деревяшки. Которые висят жалюзями. Да, нету вот этой. То есть все, что касается криминогенной обстановки, она совсем будет другая. И при этом, как нас в Доминикану предупреждали, что это гаитяне. Ну, мол, если что-то, то это гаитяне. Нет, это все свое. Все свое родное. Проще спихнуть ответственность на гаитян. А на самом деле это то, что имеют сами. Это их. Собственное. И тем же гаитянам. Они же на том же самом острове находятся. Все то же самое. Точно так же палка прорастает. Что мешает быть обеспеченным. Палка прорастает. Вот просто это для меня было, ну, это был шок. Мы тут обхаживаем, дуем, пылинки стираем. Теплички дело. Теплички, только расти. При этом почва-то ведь благодатная. Там, блин, в эту палку вырвал, да, перевернул корнями вверх. И она растет. Или она растет. Там все заборы, вот эти палки. С корнями вверх. Да, с корнями вверх. И деревья растут. Вообще, это трудолюбие. Не бедствует. Потому что, вот, потому что... Потому что бедность вот здесь. Да, 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 да. Бедность, она вот здесь. Мне все должны. С неба упадет, вот, с дерева. И все. Но, кстати, именно в Доминикане мне впервые за все время путешествий, да, пришла мысль о том, что есть страны, где вообще никогда не будет инфодайвинга. Вообще, как закрытая территория. Потому что они еще просто... Ну, это для них как... Как я не знаю, что с чем сравнить даже. Это как другая вообще... Другая реальность. Да, другая цивилизация. Инопланетяне прилетели. Да, вот. Потому что там... О каком сознании идет речь? Там пока проживается осознавание своих собственных инстинктов. Инстинктов. Таких на выживание. Кто у кого заберет, кто у кого-то бьет. Кто сильнее, то ты прав. Ну, да. Это на сужение, я замечу, идет. Поэтому эта игра еще будет долго. Еще долго на той игровой карте не будет развития. Если, если не придут американцы. Потому что если придут американцы, у американцев сознание другое. Земля хорошая, благодатная. Присоединят очередным штатам, как Гавайи, да. И все будет по-другому. И тогда сознание сольется. А в дальнейшем либо развитие, либо отфильтровывание. Потому что все равно отфильтровывание реальности будет. Да, это так. Поэтому все, что касается путешествий. Не знаю, я очень люблю путешествовать по странам, которые дальние. Которые Азия, которые Латинская Америка. Центральная Америка. И ты знаешь, вот все, что касается... Колоритные, интересные, да. Даже хочется сказать, не холодные, а теплые. Теплые. И я очень люблю Южную Америку. И ты знаешь, я вот сейчас, когда прилетели, задумалась, чтобы следующий наш полет был без всяких туркомпаний. Вот для меня украинская туркомпания, она просто сломала. Но мы и так через туркомпанию очень мало ездили. Это как та точка, что ты говорила про Атлант, когда на Ауди ехала. Это вот по типу этого. По типу этого. То есть у нас получилось, что там последних несколько поездок мы взяли перелеты через чартеры, но мы летали через Россию. Потому что там было выгодно экономически. И вдруг в какой-то момент почувствовалась вот такая лень. Когда мне, выходя из самолета, не надо брать такси, меня посадят, отвезут. Вот приезжая, не надо заботиться, там искать что-то в интернете или знакомиться с людьми живущими, чтобы мне там что-то рассказали, показали. Мне не надо брать такси. У меня все будет там экскурсии, все включено. Не надо думать о кафе или о покупке продуктов, когда там спустился в ресторан, тебя покормят. И вот где-то я на это повелась. Да, и вот эта поездка, конечно, с украинцами, она показала, что нет. Да. Нет ответственность на себя. Есть booking или iron up, или как он правильно называется. Мы, кстати, когда на Кубу ехали, пользовались этим сервисом. Какие? Airbnb или там что-то такое, не помню, как он правильно называется. А вот мы через него брали жилье на Кубе. Мы же по Кубе тоже сами путешествовали. Молодцы, на самом деле. И это обходится, получается. Ну, это в те же самые деньги станет. Но ты знакомишься и видишь страну изнутри. То есть та Куба, которую, например, показывают иностранцам, красивая, классная, с отелями, там все на закрытых территориях, как интурист. И та Куба, которую мы видели, это были разные Кубы. Потому что когда ты проезжаешь, смотришь, общаешься с людьми, останавливаешься ночевать, видишь, как они готовят, какую пищу тебя угощают. Угощают, ты платишь. Но они все это дело делают. И даже вот тоже на Кубе, кстати, был такой момент, который запомнился. Муж, ну, он же подводной охотой занимается. И он подбил тогда лобстера. И мы один раз все лишь возвращались в прежнее место. А так мы все время переезжали. Вот мы возвращаемся к хозяевам. Нам понравилось. Мы у вас вторую ночь будем ночевать. И привозим этого лобстера. Приготовьте. И лицо хозяина. Я сразу не поняла. А на лице читается. А у них все время читалась такая программа. Как к тебе относиться? Свой, чужой, свой, чужой. Если чужой, это один шаблон и одна стоимость. Если свой, другой шаблон и другая стоимость. И вот я смотрю у него. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И он не может принять решение, ты свой или чужой. Но я чувствую, что речь идет о больших деньгах. И я включаюсь и говорю, давайте вы своих лобстеров приготовите, а это будет вам. Но мы у вас покупаем ваших лобстеров. И так раз срабатывает свой. И они там все готовят. И этого приготовили, принесли своих, добавили. Все, мы все оплатили. И потом я понимаю, что у него висело вызвать полицию или нет. А если полиция, то штраф за лоблю этого лобстера. Потому что, хотя там в интернете было написано, что в том месте можно ловить. Но это можно ловить для своих. А ты иностранец. И я потом уже говорю, слушай, иди ты со своими лобстерами. Ты видел, на что ты сейчас мог попасть. Но сработало, что ты свой. Потому что вот эта дружеская атмосфера, внутреннее состояние. И вот это был очень короткий промежуток времени. И когда четко информация идет, ты понимаешь. Либо ты попал, либо ты наоборот будешь выигрышем. Или вовремя, словив. Да, словил информацию. И фух, перевел в это русло уже осознанно и пошло. Вообще на Кубе, конечно, очень много интересного было. И для меня Куба закончилась путешествие тоже. Мне не хочется второй раз туда возвращаться. Хотя страна красивая, но второй раз туда не хочется. Медицина никакая на Кубе. Кстати, насчет медицины, когда путешествуем. Я понимаю, почему от ковида там умирает много людей. Там нет медицины. Нет медицины. Нет медицины ни в Доминикане, ни в Кубе. И нигде нет. Есть такое, что на Кубе медицина супер. Смешно. Ее нет. Вы мне расскажите. У меня там чуть ребенок не умер. Потому что там нету человека. Оборудование там стоит. Но нету человека, который может расшифровать просто рентген легких. Нету. За 60 километров его надо искать. И он один на полуострова. Когда вот эти вещи уже осознаешь, но ты же это все со своего общества, со своего опыта осознаешь. И понимаешь, там нету медицины. В Доминикане нету медицины. Есть красивое здание. Есть белые халаты. И тебе сделают ПЦР-тест. И глаза такие. И глаза такие. Которые не понимают тебя ничего, о чем ты. Это продавцы таблеток. У нас это называется фармацевт. А у них это называется врач. Доктор. Доктор. Доктор, дай таблетку. Ой, не угадал. Тебе не повезло. Помогите еще это. Бог тебе не помог. Да, да, да. Поэтому мы всегда ездим со своей аптечкой белорусской. Да, да, да. Со своими лекарствами местными. И берем ответственность за свою жизнь на себя. И, кстати, и тогда Ясь остался в живых, потому что у нас были свои антибиотики. Вот полностью все свое. А помнишь, тогда моя Света тоже на Кубу поехала? И тоже же с домеркой маленькой мы попали. Тоже что-то у домерки было. И тоже медицина. Какая медицина? Люди. Нет там медицины. Да. И там нет. И вот сейчас в Доминикане, когда мы были в госпитале, я смотрела на это и понимаю, нету там ничего. Пусто. Поэтому если тебе с таблеткой не угадали, то ты умрешь от ковида. А у нас от ковида спасут. У нас действительно статистика. Я верю нашей статистике. Потому что когда человек попадает, а у него там подагра, кишечник, сердце, почки легкие, и умер от ковида, слышишь, а что ты делал всю жизнь? Зачем ты не заботился о своем здоровье? Посмотри, с каким букетом ты туда попал. И ты думал, что тебя спасут. Просто когда-то точка, когда это все оптом выходит из строя. Потому что оно все поломанное. Ты ездил на автомобиле, в котором стучал двигатель, в котором тепло масло, в котором развалилась коробка передач, отваливались колеса и рассыпались шрусы. И вот в какой-то момент ты приезжаешь, и у тебя все это, и ты говоришь, мне заправили плохое топливо. Так думайте головой, что вы делаете с машиной, до какой степени вы добиваете свое тело. А ковид это всего лишь подсветка, которая говорит, добил. Да. Да. Добил до ручки и все. И поэтому? И поэтому, когда ты все осознаешь, у расширенного сознания болезни нет. Ты отвечаешь за все сам. За свою жизнь сам. Полностью за свое смысло. И зависит в тебе, в болезни, для того, чтобы ты развивался. Да. Нет. А когда нет болезней, тогда давай поговорим о теле. А когда тело умирает, если ты осознаешь программы, как записывается старение. Когда тело инкарнирует. Зачем оно инкарнирует? Вот это о молодости, о вечной. И о теле, которое может жить очень-очень долго совсем. Не столько, сколько оно живет сейчас. И это все в психике. Потому что именно расширение сознания. Сознание дает возможность осознавать, зачем болезни. И выключать программы, которые заложены в коллективном. А это коллективная программа вот того третьего уровня. Самого сложного, который обеспечивает инкарнационный цикл. Там старение. И смотри, программы старения. Третий уровень. Третий. А тело здесь, да? Нулевой уровень. Мы будем есть, ограничивать себя в питании. Мы будем себя йогой изводить. Мы будем там, мы будем создавать игры. С телом, рассчитывая, что мы продлим жизнь. Мы работаем здесь, а программы здесь. Вот это, к этому не имеет никакого отношения три круга разрыва по программному обеспечению. И мне так смешно, когда вставляется у меня как раз на ютубе. Периодически там открываешь канал свой, там реклама вылетает. И там какой-то молодой человек распинается на тему. Сейчас вы будете жить долго и счастливо и молодо. Но вы только ограничьте свое тело. И пошел набор. Ограничьте. Да, и я так слушаю и думаю, блин, не туда рекламу вбахали. И когда мы говорим ограничьте, да? Это же ведь, ну вот, воссознаем ограниченность, да? Ограниченность. Это же ведь не говорит о том, что мы с тобой говорим о том, что расслабьтесь и ешьте все, что хотите, там, занимайтесь. Мы же не об этом, правда? Мы говорим об осознанном. О здравомыслии. Да, о здравомыслии и об осознанном. О любви, короче, к себе. О любви к себе. Если ты себя любишь, ты будешь есть то, что причиняет вред твоему телу. Да, да, да. Ты понимаешь, это сейчас не хочется, твоему телу это не надо. А бывает то же самое мясо. Вот кто-то говорит, тяжелая пища, там, это, это, это. Бывает так, что без мяса, а не мил этих же детей, да? Смотришь. А бывает, что это мясо вредит этому ребенку, и его надо сейчас исключить. Так ты выбери тот момент, который нужен вот в этой точке. Надо тебе оно или не надо, если надо, ешь, если не надо, не ешь. И не надо общим шаблоном, что всем не надо. Я просто была как-то, ну, вот это был у меня период познания религии, да? И я была там в кришнаицких тусовках. Я видела там 9 детей, и не было ни одного здорового. Анемичные дети. Причем это не просто анемичные дети. Там были вот заболевания, которые просто видны невооруженным глазом. Я не врач, и я видела, не здоров, не здоров, не здоров, не здоров. 9 детей, которые там гуляли, вот 9 детей было больных. Так вот смотри, у неосознающего вообще суть человека, да? У него есть, о, сказали, вредно мясо, да? То есть надо, вообще не надо мясо есть, надо есть травяную пищу, вообще не вареную, не жареную, не пареную. И он тупо начинает, он осознает, что только в этом выход, там, к бессмертию или к здоровью, да? И начинает пичкать всю семью этим, да? И дети растут бледненькие, хиленькие. Я это просто сама видела таких, такие семьи, и видела веганы, или как они там называют, да? То есть без чувства, без чувства себя, человек вот просто свято, о, это класс, и он все свое семейство, а дети, что зависимые, и они в это попадают. И я знаю, ну, у меня была такая знакомая семья, и эта девочка, этот ребенок, она мне тихонько говорила, мне мама не разрешает там кушать то-то. Я говорю, и она так тихонько, а у меня там на столе что-то лежало, и она, я говорю, ты хочешь этого, ну, я угощаю как бы, да? Ты хочешь? Да, но мне мама этого не разрешает. И я вот как-то вот благодаря, я, а я вижу бледного ребенка, бледного, голубовато-розовато, это белая кошечка, понимаешь, не хватает питания, а родители сидят на таком, что, я вот не помню, как они там, ну, короче, мясо они не едят, и что-то еще не едят. Причем, вот смотри, тут у родителей таракан, и при этом я знаю ребят в жизни, да, кому действительно это зашло очень круто, у них восстановилось здоровье, и они ходят, пышут жаром. Правильно. Потому что для их тела это было правильно. Потому что человек услышал себя. Чувствовать надо, да, себя, слышать себя, чувствовать. Я же тоже об этом. Человек услышал себя, и у него все классно. А не то, что кто-то тебе сказал, и ты, о, так, или ты увидел, о, этому классно, вот как ты говоришь, и я так буду. И травишь себя, да, получается, травишь, загоняешь. Да, да, да. И вот это вообще все о чувствовании себя, о возвращении к себе, направлении движения вовнутрь, вовнутрь. Все игры замыкаются, складываются только в одном случае. Никогда ты от нее отказался, никогда ты ее пытаешься убрать от себя, ограничить себя или еще. Это все разновидности игр. Когда ты поблагодарил, принял, вошел в себя, прочувствовал себя, выбрал осознанно другую игру, та, которая тебе надо, и с благодарностью завершил ту, запустил новую. Все. И все тогда работает. А поблагодарить искренне ты можешь только в одном случае, когда ты осознал. Когда ты осознал. Вот смотри, бензиновую машину заправить дизельным топливом. Что будет? То же самое. Так и мы. Так и люди. Да. Кстати, в этом плане я каждый раз боюсь бензиновых машин. Потому что можешь, да? Потому что я всю жизнь езжу на дизелях. И что я просто приеду и заправлю бензиновую дизель. А у меня был опыт на какой-то машине. Как-то было... Наверное, смена машин была. И тоже с топливом смена, да? И уже вот произошла смена, и уже я как бы достаточно долго ездила. Я уже сейчас не помню, на бензинке перешла или наоборот на дизель. Достаточно долго как бы уже ездила. И вдруг, вот смотри, как автомат сработал. То есть я ездила и заправляла. А в какой-то момент что произошло? Вот отключка. И я приезжаю, и я тупо смотрю на кого... И я не знаю, а чем мне надо заправлять. Даже я мужу, например, Гена, а чем мне надо заправлять? Он как начал смеяться. Класс, говорит, ездит на машине. Я говорю, Гена, у меня клин просто. Не, кстати, бывают такие моменты, когда ты там в космосе находишься. Я помню точно так же. Это мы уже инфодайвингом занимались. И я была в космосе, и подъезжала к дому, и заехала на заправку. Но я была в таком космосе. Вот совсем, совсем космос. Подъезжаю к заправке, понимаю, что у меня под рулем открывается бензобак и капот. И открываю капот. Заправьте мою машину. Выхожу, стою возле капота и думаю, что-то я не таскаю. Это где-то было тоже так. Девушка маслом, капот открыла и маслом поливала. Не, в этом плане, конечно, когда мужчина заботится о машине, это лучше. Это лучше. Тогда точно оно будет нормально заправлено. Ну, если возвращаться к путешествиям, я, например, вот когда приезжаю в какую-то страну, чтобы не осталось впечатление, у меня впечатление производят люди, у меня впечатление производит экстрим, который там прожит. И у меня впечатление производит вот та атмосфера вообще, которая является самой, в каждой стране своя атмосфера. Вот в той же Доминикане это вот эта расслабленность, да? То есть вообще полное невключение мозгов. Вот они ленивые, да? И там ты тоже такой. И ты становишься таким же дауном, да? И после Доминиканы ты прилетаешь в Беларусь и сесть за руль ты три дня не можешь. Потому что там, если ты ездил за рулем, то ты вот такой вот ленивец, который едет, да? И вот он не видит ни светофоров, ничего, выезжает на перекресток, друг другу рукой показали, кто едет первый, кто второй, поехали дальше, да? На самом деле это была первая страна в моей жизни, где по встречной разворачивались все автобусы, включая тот, который у него вез нас в аэропорт. То есть предположить, что на скоростной трассе по встречному разъезду будет разворачиваться автобус с туристами, по встречке, конкретно по встречке. У меня вообще челюст выпала. А потом я поняла, что доминиканцы они такие. У них правила дорожного движения не существует вообще, просто ноль. И вот представляешь, после того прилетаешь в Минск, и здесь жесткие правила движения, скоростные режимы. Здесь никто тебе не бибикнет, не подмигнет фарой, не скажет, чувак, ты слишком расслабился на трассе. Пройди туда. Пройди туда, пройди туда. Либо ты едешь слишком медленно, и здесь все по правилам. И вот эти напряжения и расслабления, они, конечно, очень сильно чувствуются. И я действительно три дня не садилась за руль, потому что, ну, чтобы не попасть в аварию, потому что расслабление там, оно сказывается. И в каждой стране будет свое такое. В том же самом Вьетнаме, я помню, как мы на мотоциклах попали в поток, они текут, вот вьетнамцы, они текут, они как муравьиная орда. И если ты течешь, если твое сознание текучее, то ты не попадешь в поток. То ты в поток точно так же втекаешь и все. Но если ты такой жесткий, зажатый, если в тебе есть напряжение, энергия не течет, то ты будешь создавать аварийные обстановки. И вот там можно садиться и входить в потоки, только когда ты там день-два побыл, адаптировался, у тебя сознание меняется, и ты вдруг начинаешь течь. А сознание меняется, знаешь, когда? Когда тебе надо перейти, например, дорогу, там три полосы, и вот поток, он сплошной, светофоров нет, никто не смотрит. Вот они есть, но никто на них не смотрит. И они просто текут. И ты делаешь шаг 20 сантиметров, останавливаешься, они обтекли. Ты делаешь следующие 20 сантиметров, они останавливаются, ну, обтекают, они не останавливаются. И ты вот так, ты течешь медленно поперек дороги. Они вокруг тебя обтекают. Я даже в интернет выкладывала видео, вот это как нас обтекали. То есть тут ребенка не просто за руку надо держать, ты его держишь на руках, и вот так плавно, медленно, главное, очень медленно, ты так переходишь дорогу, вот ты так 2-3 раза перешел, вот после этого ты можешь садиться на мотоцикл, потому что ты будешь течь точно так же. Ты уже будешь чувствовать этот поток. Ты чувствуешь этот поток, как он течет. Они очень трудолюбивы, они постоянно текут. Вот трудолюбие, кстати, во Вьетнаме просто феноменально. Они побили рекорд белорусов, но на самом деле это было самая близкая по сознанию страна к нам. Вот сколько мы ездили, Вьетнам был самым близким по сознанию. Вьетнамцы ближе всего к нам по духу. Тайцы они совсем другие, а китайцы во Вьетнаме. Вот, кстати, на что я... Я хотела сказать, что как ты, вот, что ты о китайцах скажешь? Вот хотела как раз. Китайцы во Вьетнаме, меня тогда это очень сильно удивляло, потому что они как раз тогда начали работать в Белоруссии, а белорусы и вьетнамцы очень близкие по сознанию. Очень близкие. И получается, китайцы во Вьетнаме это взаимоотношения людей, которые пытаются унизить и нагадить другой нации. То есть китайцы с вьетнамцами проявляются всегда с позиции выше. И даже мусор, грязь, они будут кидать под ноги и вьетнамцу показывать, убери. То есть они таким образом самоутверждаются. И во Вьетнаме, вот это была та страна, где мне все время хотелось дать китайцам по голове. То есть в Китае мне не хотелось дать по голове. В Китае было все нормально. Более того, китайские авиарейсы были одни из самых лучших внутренних. То есть там офигенные рейсы. И китайцы себя ведут офигенно на рейсах. То есть там нету такого, как у нас, чтобы все вскочили и побежали. Нет, там выдержка, все в мобильничках своих сидят. И все очень культурно. Но когда китаец попадает во Вьетнам, это капсдец. У него, наверное, видишь, начинает расти эго. Сразу просто раздуваться. И он тогда ведет себя хуже, чем пьяные новые русские. Все животное вылазит на русский. А вспомни, что в Китае мы видели. У них как принято, если хорошо и вкусно покормили, то все это на пол, прямо со скатертью стрясти на пол, встать, это значит, очень им понравилось. Очень им понравилось. А люди при этом хоть за тобой убирают. Но китайцев побили украинцы. Вот сейчас в Доминикане. Грязнее рейса не было ни в одной стране. Мы в шоке были. Идешь по самолету, и просто вот, ты осознаешь, сидели люди, да? Все же люди сидели. То есть самолет летит с людьми. Это вот мое, расскажу, чувство. Все, никакое, ну, то есть люди, люди, да? А когда ты выходишь, а мы выходили всегда из последних практически, потому что, ну, потому что подскакивают и летят. И поэтому, видишь, идешь по этому самолету, а он просто как будто ты по свалке идешь. И у меня вот этот контраст, ехали люди, а сейчас я вижу вот свинство. У меня серьезно, вот именно это, такой контраст. У меня нестыковка тоже была, потому что я всегда относилась, считала Украина, Беларусь и Россия это как одна нация. Да, да. Летая очень много через Россию, да, на дальние перелеты, я понимала, что там чистые самолеты. Когда летишь через там КЛМ или там Аэрофранс, там вообще все очень хорошо. И там уровень совсем другой самолетов. То есть вот эти атлантические перелеты, благо в моей жизни было их очень много. И мне очень нравится КЛМ. Если уже брать, если куда-то лететь, там, например, в Латинскую Америку, мы будем покупать билеты КЛМ. Потому что там другой уровень. Ты платишь деньги, ты знаешь, за что ты платишь деньги. Аэрофранс очень хорошо вот эти межтрансатлантические перелеты делает. Но я точно так же летала и с русскими. Не Аэрофлот, Чартер, ну пускай, а может это и Чартер был, Аэрофлот, хрен его знает. Ты же берешь билеты, не знаешь, чьи ты берешь берет. Так вот, там тоже были чистые самолеты. Наша Белавия, это вообще бусечка, да? А вот этот украинский рейс, он побил рекорды китайского, он побил, вот грязнее в моей жизни ничего не было. А когда еще это тазут... Теснее. Теснее, как они вместо трех сидений впихнули четыре, как они убрали полностью проходы возле туалетов, запихав сидениями, как они снизили багаж и не дали воды, кормят и не дают воды, а чай 2 евро, говоришь 2 евро, а карточки в воздухе не принимают. Капец, это вообще такого безобразия никогда не было. Белавия воду дает. Ты летишь, там сколько, 45 или 50 минут до этого Киева, тебе дают бутылку воды. 13 часов без воды, вода возле туалета. Трындец, ребят, у вас вообще мозг есть. Я когда на это смотрю, ну и грязь, это, конечно, феноменально, поэтому их самолет и горел в воздухе, потому что скупой платит дважды, потому что сейчас ремонт двигателя, ремонт самолета, его непригодность к эксплуатации, плюс вылитое топливо полностью слито в Атлантический океан, это экология загаженной Атлантический океан, это потери на топливо, это финансовые потери. Вот эта компания за это платит, за вот это безобразное отношение к людям. Ты наплевал свой колодец, ты получил такую ответную реакцию. И если я сознаю, то, возможно, есть шанс на развитие компании. Но посмотри, на сегодняшний день я на сегодня поставила на Украине крест, я не полечу через Украину никуда, никогда, потому что я ценю свою жизнь. Я не хочу гореть в воздухе, потому что они не ценят жизнь своих туристов. Я не хочу, чтобы меня кидали, как кинули в этот раз в Доминикане, когда сказали, ну, второй раз заплатите за билеты, пожалуйста, нам пофиг, вы улетите или не улетите, да? сами ввели ограничения, и нам пофиг. Ребят, так не делается. Когда туроператор присылает, настолько информационная поддержка, мы не должны вас поддерживать здесь. А вообще для чего вы тогда? А трансфер в 10 раз дороже, чем взять такси. Ребят, что вы творите? У вас мозга нету. Вы же так со своими клиентами. Мне очень понравилось, как и твой Вова заметил. Очень понравилось. Говорит, в богатой стране вот ты берешь машину заправленную, и тебе надо отдать, вернуть заправленную, а в бедной стране даешь пустой бак и возвращаешь. Вернее, берешь пустой бак и возвращаешь пустой. Смотри, с пустоты из пустоты. Пустоту. Да? Или из богатства в богатство. Да. То есть, вот, понимаешь, наполненность, и наполненность, она и возвращается, а здесь пустота. нате вам пустоту. И при этом в той же самой Доминикане, туда, куда пришел русский либо пришел американец, смотри, как с теми же самыми автомобилями сервис налажен. Вообще никаких вопросов. Загорелся чек, да? Моментально. Мы подогнали. Моментально. Тут же пригнали другую, мы сели и уехали на другой. Все. Никаких, даже бумаг не оформляли. Не говорят, а, ну, у нас ваши данные есть, нате катайте. Страховка та же, права те же, мы перебьем. И все. Да. Да, да, да. Я понимала, что, например, в нашей стране так в аренду взять просто машину и так поменять просто машину. У нас бы это... Ты будешь час потеряешь. Да, ты потеряешь час или два. Они говорят, мы понимаем, что вы хотите путешествовать, поэтому вот буквально не успел пригнать, как тебе хлоп, поставили вторую машину, то уехал на второй. Тоже, и опять-таки, смотри, мы-то, вот этот вот сервис, где мы брали машину, это организовал парень из России. Это его машины были. То есть он переехал жить в Доминикану, это он организовал. А рядом стояли американские сервисы, все работают по такому же принципу. Американские дают рекламу на английском, русские на русском. Конечно, нам проще общаться на русском. Конечно, да. И в принципе, в каждой стране есть нечто свое, такое уникальное, невероятное. Кстати, в каждой стране есть организованный бизнес с русскими. Даже в Шри-Ланке мы когда попали, мы, во-первых, владелец отеля был русский, и во-вторых, опять-таки, все, что мы там арендовали и так далее, он помогал, все шло на русском языке. Казалось бы, ты прилетел в Шри-Ланку, тебе там английский нужен. Везде есть русский. Да. Вообще, родной язык. И в Индии даже был парень, который, он жил рядом с отелем, он владел русским, и мы полностью везде катались с ним. Ну, заплатили ему и катались с ним. Он нам байки помогал брать, все. То есть, он сам индус, но он учился в России, и он нам очень много чего делал. Вот надо теперь путешествовать, надо самим. Самим. То есть, вот эти, вот это все расширяет кругозор, это все дает контакты с людьми. Не важно, будут у тебя эти люди в дальнейшем в жизни или не будут, но ты видишь изнутри страну, видишь изнутри их менталитет, ты видишь что-то, что ты сможешь изменить в себе для того, чтобы не делать так или наоборот делать так. И самое главное, что в путешествиях вот этот момент осуждения, он отваливается. Да? То есть, состояние, не присутствует низкочастотное состояние. Точно. То есть, вот даже в какую бы какаху ты не попал, как с этими украинцами, да, она воспринимается на выводы на будущее. То есть, знаешь, как в НЛП, вот ты имеешь урок, ты тут же делаешь вывод и сразу планируешь другое. У меня сейчас Аргентина в голове, чтобы в следующий раз мы в Аргентину поехали. Не могу, люблю эту страну, у меня там родственники живут. Но мы с ними встречаться не будем, потому что я их хрен найду, они уехали в 60-м году. Вот. И поедем. Хочется очень побыть в этой стране, потому что поблизости были. Но если поедем в Аргентину, я бы хотела еще и Бразилию-то, чтобы уже если летать, так не зря. Да, в Бразилии, где как это обезьяны, как это дикие обезьяны. В Бразилии есть очень интересный человек Джонат Бога. Я хотела к нему съездить и так и не доехала. Таня Еритнова у него была. Гипнотизер. Он по гипнозу работает, но тоже там целительством занимается и так далее. Выдается это все там за духовные вещи, но я просто отсматривала видео, как он работает. Он очень интересный, с ним имеет смысл познакомиться. Во всяком случае, интересно даже просто пообщаться и прочувствовать. Познакомиться, да. Вот я тогда еще раньше хотела познакомиться с ним, а потом понимаю, что, кстати, сейчас даже не смотрела, жив он или не жив, он же в возрасте уже в определенном был. А познакомиться хотелось. Таня Еритнова про него рассказывала, она лично с ним была знакома. Вот. Ну, если туда поедем, то можем заглянуть, спланировать, что там. Но это значит никаких туркомпаний, это значит, ну, можем проводника с собой взять, тоже как вариант путешествия. Это где? В Бразилии? В Бразилии? Это Бразилия. Видишь, как ты много знаешь, вот у тебя вот это, ты знаешь, я всех гуру знаю просто. Видишь, вот за 12 лет, я их отыскила за 12 лет. Вот смотри, у тебя, я от тебя столько много узнала, на самом деле, даже вот вчера для меня было. Вот это вот очень, но при этом я от тебя узнаю, а уже до этого, вот это для меня, конечно, такие вещи, которые мне дают многое. Ну, видишь, я шла, ты берешь все сразу из себя, а я шла из, вот с опыта проживания, я здесь, с общения. Вот это и сочетание нас, получается, наши соединения. Я же все время искала гуру на стороне, пока до меня дошло, что он во мне. То есть, у меня были, вот я сперва ищу там ясновидящих, яснослышащих, там кто что может, да, потом я ищу шамана, потом я ищу спеца, да, спецподготовка, психотехники, там психотронное оружие, там и пошло, 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 и я их искала, 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 и потом в какой-то момент я пришла, смотрю, что они делают, да, они, вот они делают, я всегда сидела на задней парте с позицией наблюдения, это организатором было, когда их приглашала, я всегда сидела сзади, да, вот я помогала, потом тренеру давала обратную связь, где он прав, где не прав, там вот эти вот моменты, где корректно, где некорректно, где программу дополнить, где-то что-то, вот, и, вот, вот эти моменты, Я все время смотрю, здесь однотипно, здесь, здесь, здесь система одна и та же. Вот он приехал из спецслужб и дает физуху, и по психике кусок свой дает. Либо он там крутой экстрасенс и дает как экстрасенс. Либо это там американская психотехническая база, либо там кремлевская психотехническая база. Складываешь, бля, гипноз. А потом с этими, с религиями, как меня проштормило. По всем прошла, да, и понимаю, блин, гипноз. И тогда гипноз, гипноз, ну так давай тогда гипноз усиленно изучим. Вот в книжке управления восприятием я полностью все вот эти вот обучающие штуки свела в одну систему. Суть везде гипноз. Потому что суть, когда ты идешь наружу, вот это иллюзорное, под предлогом, что ты углубляешься вовнутрь, вот эта часть и дает гипнотическое вот такое отупение. И когда мы начали заниматься уже гипнозом, а если я уже беру тему, значит, я шмонаю всех, кто самый крутой на этом рынке. Вот. И оказалось, что на рынке гипноза не так много тренеров, которые действительно, которые, можно сказать, маэстро. Почему маэстро, а не мастер, да? Потому что гипноз – это искусство. Это виртуозное исполнение. Пока ты исполняешь виртуозно, человек хрен поймет техническую базу. И поэтому гипнотизерам ездят, учатся, учатся, учатся. То есть, грубо говоря, если провести аналог, вот сидит Рахманинов, да, и он так. Запомнил? Молодец, иди тренируйся. Человек так посмотрел, потренировался, приезжает, покажите еще раз. Он опять. Запомнил? Едь, тренируйся. И опять. И вот так учат гипнозу. То есть они поиграли, показали, валите. К этому еще дали какие-то умности. И вот мы так и начинали учить гипноз. То есть один тренер, второй тренер, третий тренер, четвертый тренер. Я понимаю, со мной не прокатывает. Мне надо суть. А суть? Меня на это настроил очень хорошо белоусов с лавровами. Вот все-таки люди военные, у них есть мозг. как бы это вот просто не звучало то есть вот они сразу говорили лови суть лови суть везде лови суть и в гипнозе получалось что вот эта суть она постоянно ускользала и она сейчас ускользает и люди сидят как лопухи и платят за это и вот я под это дело нашла в россии андреева который все время говорил что он спортсмен на акробат но когда он вылазил из машины вот он вылазит из машины мы точно так же как лавров 1 в 1 ходят в таком же костюме как лавров 1 в 1 ведет и говорит у него все как у лаврова один в один и при этом он спортсмен я согласилась что он спортсмен и вот он когда приехал давал психотехническую базу он просто в 3 своих курсах все октавы и как ставить пальцы разложил полностью вот вот мужик просто молодец но при этом это выглядело просто и чайники они подумали не этот мужик плохо играет на пианино а этому мужику не надо играть на пианино он вам показывал октавы как ставить пальцы показывал прям суть он дал суть а видишь она да вот да а надо игра раз до разума распыление размазывание и вот это размазывание она позволяет человеку я же гипнозом занимаюсь я же психотерапии занимаюсь я же до эго надували ту когда ты пуст тебя и дует тебя пучит и вот андреев тогда вот это все укатал и у меня появилась вот база и от базы тун 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 ну и потом как как срабатывает ограничение за сомнамбулизм не ходи в таблице каткова вот сомнамбулизм последнее состояние дальше ничего нет но у вас ничего нет если мне сказали туда не ходи начни а главный принцип в голове в бизнесе да значит я туда значит там уже все съели так там ничего не будет в этом не заработаем обратно в другую сторону да в том что все побежали туда поэтому инфодавинг это суть это суть а смотри а у человека каждого душа 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 это сенсор а что у человека суть суть человека вот ты смотришь на человека какова твоя суть вот это основная пластинка в человеке с записью основной информации все суть и у каждого человека есть суть и у животного есть суть и у букашки езала у всего есть всего есть суть просто эту суть мы не замечаем мы ее игнорируем потому что нам надо игра нам надо внешняя обертка то есть мы уходим в распыление сразу в игру и поэтому кстати и поэтому в точке бесконечность поэтому в точке бесконечность парадокс продукт парадокс иначе парадокса не будет точка и есть бесконечность блин еще казалось бы да а это все и пустота содержит всю информацию да и в этом плане конечно кайф ты и и и и и и